В 1995 году в городе Оренбурге любящей семьи Олега и Ольги родилась девочка Алена. Сейчас Алена заканчивала бы университет, а может быть собиралась бы замуж, но судьба распорядилась иначе. Ребенок был спланированным, долгожданным. Никто не знал, что такое произойдет. До трех месяцев, как обычный ребенок, то есть мы увидели, что там какие-то странные потягивания, но мало ли ребенок подтягивается, подтягивается себе, особенно когда он там в рудничок. Ну, куда от этого деваться. Дальше было больше, чаще, сильнее. Подбирали самые разные препараты. Эффекта никакого не было. Мы надеялись, что это излечимо все, но мы поняли, что это неизлечимо, наверное, когда я лет 6 был. У Алены редкое заболевание – синдром айкардии и симптоматическая парциальная эпилепсия. Там наложилось одно на другое. То есть то, что у нее вот этот вот порез, там или частичное, там ДЦП. Значит, это можно было в раннем возрасте скорректировать обычным массажем, но в связи с тем, что у нее были эпилептические приступы до 12 и больше в день. То есть они шли там с очень коротким интервалом. Массажем было нельзя заниматься совершенно, поэтому вот что выросло, то выросло, к сожалению. Читает и пишет Алену с трудом. При временном отсутствии занятий с квалифицированными специалистами быстро теряет полученные навыки. Ежедневный прием больших доз препаратов строго по расписанию, пожизненно. Казалось бы, надо смириться и жить сегодняшним днем. Ничего уже изменить нельзя. В декабре 2013 года по совету своего лечащего врача семья Алены первый раз приезжает в центр канистерапии. Молодец. Канистерапия метод лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. Он часто используется как психотерапевтическая методика для развития умственных и эмоциональных способностей, улучшения двигательных функций и моторики. Впервые использовать собак в качестве терапевтов предложил американский психиатр Левинсон в 1961 году. Казалось бы, это произошло уже более 50 лет назад, но в Россию канистерапия пришла совсем недавно. Собака может выступить как очень мощный мотиватор в первую очередь. Допустим, нам приводит ребенка с ДЦП. В принципе, смотришь так вот мышечно, а ребенок, в общем-то, готов к движению. Но вот не хватает вот семь калачей, одна баранка. Вот не хватает какой-то баранки, вот чего-то такого вот желания, мотивации двигаться. Тем более, что ребенок уже привык, что пространство для него враждебно, что движение в этом пространстве для него тяжело. Собака просто заставляет его забыть об этом. После второго занятия она сама спускалась по лестнице. И она все время ходила боком, одной ногой вниз. И поднималась точно так же. Одну ногу, вторую приставляет. Одну поднимает, вторую приставляет. Сейчас она идет так, как взрослая, как положено. И вверх, и вниз. Занятия в центре развивали Алену физически. Но эмоциональная обстановка дома оставалась напряженной. Обычно и дети в это время уже не нуждаются в родителях. Видимо, природой так устроены, что ребенок должен возрастать и отходить от родителей. А вот это вот задержавшееся детство, и ей тяжело, и мне тяжело. Мы уже друг другу, в общем, надоели. Потому что мы все время вместе. Красная это вот балочка, а темно-синяя это юбочка. И обувь. Через некоторое время успешных занятий в центре терапии Алена по счастливому стечению обстоятельств попадет в инновационную социальную программу фармацевтической компании UCB и учебно-кинологического центра. Семье Алены подарят Арчи, полуторагодовалого лабрадора, специально воспитанного для помощи больным эпилепсией. В научной литературе описаны случаи предчувствия лабрадорами приступов эпилепсии. В Европе и Америке, где уже сотни собак живут в семьях, проводятся научные исследования по изучению взаимодействия собаки и больного. В 2012 году Россия присоединилась к международному движению по подготовке собак-помощников для пациентов с эпилепсией. И в рамках этого проекта было куплено два щенка лабрадора – Арчи и Флёр. Арчи оказался терапией для всей семьи, а не только для Алены. Ну, отпускать действительно тяжело. Мне Татьяна Вовна очень сильно помогла. Отпустите ребенка, говорит, вам есть чем гордиться. Все, говорит, вы уже ничего не сделаете. И я заметила, что как только я расслабилась, она пошла совершенно уверенно с собакой. И это получается такая комплексная реабилитация. Как только мама расслабляется, как только она начинает понимать свой ребенка, видеть его совсем по-другому, с другой точки зрения просто. Не как беспомощного урода, простите, как ей просто пытаются внушить, а как личность. Одно из базовых значений канистерапии как таковой – это повышение самооценки человека. С тех пор, как у меня есть собака, я сильнее ощущаю, что я человек. Чем больше самостоятельности, вот я заметила, чем больше самостоятельности, тем больше идет развитие. Видимо, все-таки надо давать какую-то свободу. Пусть какие-то будут ошибки, пусть будут какие-то, я не знаю, даже если она где-то там порежется, что-то еще, это все равно опыт. Но невозможно за ребенка прожить его жизнь. Результаты общения с собакой и занятий в центре терапии помогли Алене лучше адаптироваться в этом мире и физически, и психологически. Это поразило не только лечащего врача Алены, но и помогло маме-девочке взглянуть на нее другими глазами. Она меня тут поразила, мы вышли гулять, обратно возвращаемся и лифт не работает. А живем на девятом этаже. Покрутились, повертелись, ну пойдем, говорю, бери за ошейник, он тебе будет помогать. А он приучен, что вверх он идет на ступеньку впереди, то есть на него можно опираться и он подтягивает так. Они так встали, и я за ними еле успевала. На девятый этаж вот на одном дыхании влетели. Это для меня, я говорю, Алена, я тебя недооценивала. Вы всегда меня недооцениваете. Такой вот ребенок оказался совершенно взрослый. А я счастлива. Ты счастлива? Да ты ж всегда счастлива. Процесс воспитания и дрессировки собаки требует около полутора лет и больших материальных затрат, потому что собаки умеют выполнять специальные и непростые команды. Сопровождают на свободном поводке, знают команду «тревожная кнопка», команду «аптечка», могут принести в воду. Собаки ложатся при внезапном падении, смягчая возможный удар больного эпилепсии. В отличие от собак, помогающих слепым людям, собаки-помощники для людей с эпилепсией не имеют статуса поводыря. А это значит, их не пускают ни в общественные места, ни в транспорт, что существенно ограничивает свободу передвижения людей с эпилепсией. А это, в свою очередь, усиливает их изолированность от общества и усугубляет стигму. Без внимания общественности и помощи государства, к сожалению, ни одна частная инициатива не в состоянии помочь больным коих, по данным эпилептологов, в России более 400 тысяч. Собака-помощник – верный друг человека с эпилепсией. Обаяние и обучаемость сделали лабрадоров героями более 20 художественных фильмов. В нашем коротком сюжете мы рассказали о невыдуманных Арчи и девочке Алене, которой собака помогла почувствовать уверенность в себе и еще лучше справляться со своим серьезным заболеванием. Субтитры создавал DimaTorzok